Я в спорте. У четвертый раз у Гомеля собрались аматеры «Алтимат Фрэйзби». Это команда гульня с летающим диском. У Палации гульнявых видов спорта отбылся турнир «Капелюш-2016». В дело им приняли больше, чем 70 человек из Беларуси, России и Украины. Задача в «Алтимате» простая. Треба при допомозе пассов доставить диск в зону соперника, за что команда отримывает один балл. Это бесконтактный и демократичный вид спорта. Им нема судов. Гульцы сами вызначают и з'является тот и иншее деяние порушением. Головное – повага до соперника. Тут керует дух гульни. А тому на умысные фалы – великая редкость. Гэтым альтимат и притягивает. Помимо того, что ты стараешься спортом, занимаешься, ты еще учитываешь какие-то вещи, как уважение, знание использования правил, позитивное отношение, самоконтроль. И можно посмотреть, что люди приходят сюда и вот эти ценности у них присутствуют. То есть из-за людей, которых соединяет этот дух игры. Гомельский капелюш проводится в микс-формате «Хэт». Угульцы заявляются индивидуально. Составы команд формуются по выниках жаробьевки. Тому николи не ведаешь, с кем придется играть рука об руку. И в этом так само притягальная особливость альтимата. В зависимости от сил игроков формируем примерно равные по силе команды. И они приезжают, знакомятся тут в процессе игры, находят какие-то общие тактики, находятся там сильные, слабые стороны друг у друга и используют их. Четвертый капелюш отбылся. Пераможцы вызначены. У тебя перешнем турниры у дельников набралось на 10 команд. У минулого года их было усяго 8. С года в год поширается география, растет колькость у дельников. Некоторые, приехавшие на капелюши одной, больше мкнутся турнир не пропускать. Очень непривычно, опять-таки, играть с новыми людьми. Но в то же время это безумно интересно, потому что крайне неожиданно, что они могут преподнести. И очень позитивно, очень классно знакомиться с ними, узнавать какие-то сильные стороны и вообще знакомиться с людьми из других городов.